В Китае ликвидирована одна из крупнейших финансовых пирамид в мире. Всего за полтора года мошенникам удалось собрать с доверчивых вкладчиков 11 миллиардов долларов. Людям обещали большие проценты и главное, что деньги можно было забрать в любой момент. Получилось не у всех. Подробности у Марина Чайки. Это крупнейшая финансовая пирамида в истории Китая. Под вывеской инвестиционной кампании офисы во всех центральных городах, во всех провинциях. 900 тысяч вкладчиков. Онлайн-платформа «Идзубао» предлагала инвестировать в якобы выгодные интернет-проекты, приносящие значительные дивиденды. Дорогая реклама сулила светлое, а главное – безбедное будущее. Низкие риски, высокая доходность и возможность в любой момент снять деньги, не теряя дивиденды. А это от 9 до 14% в год. Китайские банки столько предложить не могут. Всего за 18 месяцев существования интернет-платформа «Идзубао» превратилась в огромную компанию. Но, как выяснилось после проверки, 95% проектов, под которые привлекались деньги вкладчиков – фальшивка. И свои дивиденды они получают за счет все новых и новых клиентов. Классическая схема, которая работает, пока идут люди или пока ее создатели не решают завершить игру. К началу этого года правоохранительным органам удалось обнаружить, что создатели пирамиды начали выводить средства, а многие топ-менеджеры планировали скрыться с деньгами. Перед тем, как залечь на дно, создатели пирамиды решили замести следы и более тысячи бухгалтерских книг. Они зарыли в землю буквально. Прятали основательно. В яме глубиной в 6 метров. Эти мешки с бумагами полицейские выкапывали экскаваторами почти сутки. За решеткой оказался 21 человек. Среди них и создатель мошеннической схемы Дин Нин и его младший брат. Моя прибыль в месяц составляла приблизительно миллион юаней. То есть порядка 150 тысяч долларов. На вопрос, на что тратили украденные миллионы юаней, отвечают коротко – наличные нужды. При обыске обнаружены чемоданы денег и драгоценности. Тинифрит, золото и редкий розовый алмаз. Кроме того, Дин Нин купил виллу в Сингапуре и даже обзавелся там личным авто престижной марки. Сам жил на широкую ногу и сотрудников приучал к роскоши. Надо было пускать пыль в глаза потенциальным вкладчикам. Все наши секретари были обязаны носить одежду люксовых брендов. Когда они могли купить здесь, ездили за рубеж. Общая сумма пирамиды астрономическая – 11 миллиардов долларов. Получат ли назад свои деньги вкладчики – неизвестно. Ну а суд – это только дело времени. В Китае за подобное преступление наказание суровое, вплоть до пожизненного заключения.